Музыка Приветос Амигос, сегодня речь пойдет о танке Вождь МК-5, он же Чифтан, ну просто так он переводится Многие пишут, что машина КАЛ, вообще играть невозможно Что-то им там все не нравится Посмотрите внимательно, мы точно с вами на одном танке играем Господа недовольные Потому что по мне так машина офигенная По мне это даже лучше ОБТ на пятом левеле Потому что у него, во-первых, жизнь не как у Мауса Здоровье, чисто на размене просто тупо Как если лезешь на снаряды и даешь плюхи в ответ Можно вывозить 2000 дамага минимум А для меня 2000 дамага это показатель уже более-менее хорошего боя Не отличного, не прекрасного, не супер какого Но уже хотя бы ты оправдал свое присутствие в бою, когда накидал 2000 дамага Вот, не знаю, что Синоид Великолепный УВН После 72, знаете, 72 качать Это как В аду в греческом такой есть чувак Который камень бесконечно в гору катит А камень там до вершин докатывает Камень скатывается, он его катит вновь Сизиф Сизиф звали этого чувака Вот Даже выражение из такой Сизифа в труд Типа тяжелая, но порожняковая работа В то же время Чифтом для меня очень приятный танк При игре на нем нет вообще никакого дискомфорта ни на одной карте Кстати, судя по обвесу, танк подойдет идеально не только для войны, но и для походов на природу Посмотрите, здесь вот багажное отделение для палатки Коврик для йоги Тент там натянуть Здесь, наверное, можно там ящик поставить с известными напитками, которые нельзя рекламировать Вот, как бы Походный вариант машины Значит, внутри Что значит Внутрянка Насчет Этого всего оборудования У него нет кумулятивных снарядов Мне на радость Потому что я кумулятивами и так стрелять не очень люблю Больно медленно летают, на мой вкус Вопрос вызвал вот этот вот двигатель Который нужно прокачивать Чтобы взять топовый движок Даже если будете его прокачивать Не покупайте, не тратите деньги на его установку Потому что разницы между этими двумя движками нет абсолютно вообще никакой Что тут до 32 километров 10,5 секунд Что здесь То есть абсолютно тот же самый двигатель А то, что как бы Типа он меньше будет возгораться Или что-то такое Это все борода Ничего тут не горит Никакие двигатели не ломаются Вот Два оборудования защищенности На этой ползучей крепости Можно устанавливать Именно поэтому у него так дохренища жизнь У него 1800 примерно своего здоровья Плюс еще ставите защиту Плюс вторую Вот и готово Значит По поводу его орудия Пушка очень точная Она не нуждается в Не нуждается в модулях на скорость сведения Потому что ну довольно достаточно приличная она у нее И так Точность тоже белки в глаз может попадать Поэтому я Ну а пробитие Пробитие этим снарядом Для своего уровня достаточно 300 миллиметров Как бы вот У 72-ки например Ну у 72-ки ясное дело будет побольше Ну 325 Ну что там будет 25 миллиметров Особой роли не играют Против машин пятого левела А машина шестого левела И 72-ка не пробьет В принципе нормально Только в борда В зад Вот поэтому я выбрал Такое оборудование Которое позволило мне Разогнать дамаг Вот эту тарелку каши Да или что это такое Ну выглядит как тарелка с кашей Но это Экспериментальные заряды Какие-то Которые дают Они у меня Второго уровня Дали мне Шесть с половиной Шесть четвертью процентов Дамага Ну и от своей Пальмарии Да От самоходки Я поставил Вот этот магнитный привод Время прицеливания И урон Ну это второе Мое оборудование Которое дает Столько урона У меня больше ничего не было Ну прочность корпуса Оно же усиленное Боевое деление Доставшееся На средство От Шеридана Дало еще плюс Десять процентов Прочности То есть здоровье Этого танка Ну и во второй Слот поставил Усиленную боеукладку Что дало еще Плюс пять процентов Прочности Мог бы конечно Поставить оборудование На выживаемость Экипажа Но экипаж В этом танке Критует очень редко Гораздо чаще Выносит боеукладку Поэтому я укрепил ее В итоге Разогнав урон Я получил Триста восемьдесят Среднего дамага За выстрел Притом Скорострельность У танка Семь секунд С копейками Перезарядки Это очень достойный результат Притом У Т-72 Урала Конечно же Дамаг будет больше Потому что он у меня Тоже здесь Разогнан был Но разогнан побочно Потому что в первую очередь Подбиралось оборудование На точность На сведение На общую точность Но при этом Разница в дамаге Компенсируется тем Что у Чифтана Гораздо больше здоровья Потому что На Семьдесят двойку Ставить в универсальный Слот оборудования Которые повысят ей здоровье По-моему Нерентабельно Абсолютно Иначе Танк будет очень косой И не особо Он станет живучий Вот мы видим Что в итоге Получилось у Чифтана Здоровье Две тысячи восемь А у Т-72 У меня нету Даже полутора тысяч Также хотелось бы Отметить Что на танк Устанавливается Дополнительная защита Башни Под названием Стилбрю Что переводится Как стальное варево Она обеспечивает Дополнительную защиту Лба башни Появляется Вот эта вот Как мы видим Пластина Скажем так Вот значит Без этой пластины Вот с ней Эта пластина Позволяет Практически уверенно Танковать От башни Да То есть Высовываете башню В нее Ничего толком Не пробьет Не пролетит Но единственное Что вот этот люк Выпирает немножко Да Но он И то не так смачно Выпирает Как допустим На Да вон Вот Король Царь Шишколобик Блин Вот вроде тоже такой Да Рыцарь Ведь в доспехах Паладин И тут такая хрень торчит В которую снаряды Заходят Как известно что В рукомойник То есть Ну никуда не годится А здесь такой люк Более менее Среднего размера Издалека в него Трудно попасть Поэтому танковать От башни От башни С расстояния Очень даже Круто В итоге Я на этой машине Не напрягаясь Вообще Просто игра На расслабоне Че Выехал Пострелял Там Ну на размене Я имею Такую стату Средний Добак За бой 1765 Это при том Что я этот танк Только-только Выкачал в топ Ну как известно Что пока танк Стоковый Он стату Сильно портит Потому что Стоковые снаряды Стоковый мотор Пушка Все стоковое Он там мало что может сделать Вот И только топовый танк Начинает наращивать дамаг То есть Я только сейчас Уже начал вывозить Там из боя По 3-4 тысячи дамага Ну вот Недавно выходило Видео на канале Есть там Страшная догадка Называется Можете посмотреть Там стандартный Самый обычный бой На Чифтене 4 тысячи дамага Вывес А вот выше Т-72 Урал На котором боев Уже Ну побольше Чем на Чифтене Где-то раз в два И тут всего Даже полторы тысячи Среднего урона Нету Потому что Очень сильно мне мешает Советский На советских танках Играть Плохой Очень плохой Угол вертикальной наводки Ствол не опускается От ландшафта местности Хотя умельцы говорят Что от ландшафта местности На совках Просто надо уметь играть Это они имеют ввиду Что стоять за камнем надо И в кустах Это для них Вот это складки местности А я имею ввиду Что это песчаные дюны Всякие горы Насопи Вот Заехал Башню высунул Ствол опустил Выстрелил Вот все танки этого могут Вот так сделать А советский танк не может Он если заедет То ствол уже не опустит Получит плюху И уедет обратно Вот все Вот А карты тут в основном Горбатые Если они не городские Ну ладно В общем С обзорной частью Покончили Переходим собственно К сражению Ну вот например Тихая река Средней унылости Карты Конечно Тем более что Чифтан У него один недостаток Он очень медленный Он такой маус В этой игре Здоровый Медленный Все его пробивают Но у него очень много жизней Вот Пока ставили не с той стороны К сожалению меня сейчас Потому что мне Хотелось бы поехать туда За мост Где тяжелые танки воюют Но я сейчас просто Не успею туда доехать Вовремя Из-за низкой скорости Из-за того что Меня почему-то Поставили слева Здесь просто Особенно с карты Не позволяет всех Кучей поставить В центре Да Чтобы каждый ехал Куда он хочет Поэтому делят пополам И тут уж как повезет С какой стороны Ты окажешься Рандом Рандом полный Ну мне не повезло Потому что я тут На башнях С крепким танком Еду обычно за мост Сражаться Вот Ну потому что Ехать на Нулевую Первую И вторую линии Туда Это Подставлять просто Свой танк Под Птуры Который будет лететь Бесконечно Из всех кустов Какие там только есть Это конечно минус А воевать здесь На шестой линии С этой стороны Тоже Проблематично Потому что На А6 Стоит сейчас Как минимум Две БМД Или какие-нибудь Такие машины С Птурами В кустах И ждут Ну издалека Я не буду стрелять Надеюсь Что все-таки Иду успеть Куда-нибудь доехать Хотя сейчас Можно было Дать ему плюху Но опять же Свет пропал Видимо М60 У нас С хава А вот Вот наш светляк Уже Наладан дышит Хорошо Посветил Вот Тут есть такой камень Где можно спрятать Нижний лист Самое наверное Уязвимое место Да у всех В общем-то танков В этой игре Кроме Следующего Следующей машины В этой ветке Я надеюсь Урал не собирается Сейчас за этот камень Встать Он так целенаправленно К нему едет Что Очень на это похоже Нет Не стал Или стал Вот на Урале Вот тебе точно Здесь чувак Делать нехрен Танк низкий Ты ничего Скорее всего Не видишь Но ты все равно Хочешь тут стоять Вот правильно Чувак Свали отсюда А Чифтан Высунулся Плюху дал Ничего ему Никто не может Сделать Это Это место Чисто Чифтановское Нехрен тут делать На своем Советском На своем Советском Корыте Ну под низ Башни Конечно Он постоял Подождал Выцелил Выстрелил Да Но я уже Опять же Говорю что Чифтан Чифтан устраивают Даже размены Размены Дамага Потому что у него Бочка просто Со здоровьем Да На броню Нет никакой Надежды Блин Надо было Этому в шишку Я Че-то Затупил Этому надо В башню стрелять Вон Скворечник Привет воронам Он уже 1707 дамага Да Я получил Свои две плюхи Вон Фугасом Кто-то шмальнул Это уже Мне кажется Жесточайние Какое-то Почему-то у меня Перезарядка Стала 8 8 секунд 8.31 Всегда 7 секунд Была Тут Мне кажется Что какие-то баги В армате И в зависимости от карты Иногда Перезарядка Меняется Да почему он Перестал Пробиваться Та ё-моё Ну чё за фигня Два раза выстрелил Пробил Всё На этом Всё здоровье Которое В скворечнике Было У него Закончилось Видимо Ну как ты Как ты Вылез Ты классно Жаль Что он Начал Качаться Раскачиваться Стоя на камне Стрелять Не было смысла Попытался Густрянуть Его напоследок Ну это Вообще Изи победа В общем-то Они продолжают Продолжают Принимать Дамаг Ну кто Вылез Так Господи Ни хрена Он тебя Как брат Родной Прям тебя Прикрыл Да Чифтану Ещё и В крышу Люка Хрен с Дамагом Выстрелишь Вот Треть Дамага Это всё Что Наверное В основном Да Быстро Их Раскромсали Здесь Слушайте Здесь Просто Кладбище Из танков Образовалось Ну и Теперь Стоит Остались Вот эти Истребители Танков Которые Стоят Вот здесь Пачкой Ну это Картошкины Дети Один Нашёл место Всё Там будут Теперь стоять Все Все Оленеводы Чукотки Могут стоять И пытаться Реализовывать Свои Птуры Свои Пушечки Главное Стоять В кусте На базе Да Так Дамага Верняк Набьёшь Правда Скорее всего Команда Проиграет Без твоей Поддержки Потому что Без света Воевать Смысла Нет Ну вот Он Пожалуйста Истребитель Танков Что Истребовалось Собственно Доказать Никто И не сомневался Что он Там Я удивлён Что БМДшки Не там Стоят БМД2 Где она Интересна Я Чё-то На карте Не вижу От неё Остаточного Следа Света Единственное Что если Команда Ну там же Примерно Она ездит Единственное Что команда Если люто Нагибает То Чифтан Не успевает Нанести Много Дамага Потому что Он не успевает Доехать Он очень Медленно Хотя Вот с топовым Движком Ситуация Немного Улучшается Он быстрее Набирает Но предельная Скорость У него Всё равно Как у Хлебушка Но Сейчас я Вроде как Первым Буду Здесь Ну Давай Хоть назад Не съедь Не самый Крутой Уклон Был И то Чифтан Еле Свою Жопу Затащил Медленнее По моему Медленнее Чифтана Только М60А3 Ездит Но это Вообще Отдельный Разговор Об этой Машине Кто-то Сказал Мне Что Она Как Маус Как Микки Маус Только Если Ну Где Дамаг Это Чё За Альфа Такая 339 У меня Минимальная По моему Выше Сколько Минимальная Да Не успел Посмотреть Чёрт Был Побрал Ну 2700 Дамага Вообще То есть Свободно Не напрягаясь Не бог Весь Какой Супер Не супер Результат Но Опять же Говорю Не напрягаясь Вообще Свободно То есть Едешь Высовываешься Плюхи Даёшь Плюхи Получаешь Ничего В то время Как Играть На 72 Это Такой Стресс На каждой Карте Ты должен Там найти Место Какое-то Откуда Ты хотя бы Стрелять Сможешь Потому что Свол Не опустить Как вспомни Да Конечно Советская ветка Меня здесь Огорчает Со страшной силой Причём Смотрите 3126 Разведданными Только я Привёз То есть Светляки Столько не Вывозят Из боя А Ну Естественно Золотая Первый По дамагу А Второй По дамагу Кто это М60А3 Смотрите Обошёл У меня Всё-таки Ну понятно Он С задней линии Наверное Откуда светил Я-то герой Разведчик Хотя мне Почему-то За разведку Медаль-то И не дали 151 Бабулесиков Бабулесиков Ну так Средней приличности Сражения Сейчас я Ауч Не туда нажал Хотел сюда кликнуть Но Логануло Бывает В принципе Пофигу Там не такое Нужное оборудование Вот эта карта Нефтепровод Просто вгоняла Меня в уныние Когда я качал Советскую ветку Потому что Здесь Пустыня С этими Дюнами И барханами Она горбатая Как вообще никакая другая карта В этой игре То есть здесь На совочках Было мне очень тяжело Играть Невыносимо Но на Чифтане Я вообще Совершенно спокойно Отношусь К любым картам Потому что У него ствол вверх Задирается Как у меня в 17 Ствол вниз Как у меня сейчас Поэтому Любые карты Он абсолютно играбелен Вот Чифтан Танк на котором Играть приятно И на котором Играть хочется Я до последнего Не хотел его покупать Это последнего БТ 5 левела Который я купил Потому что Я читал Вайн массовый В чате О том что Чифтан Ё-моё Вообще Никак Ну невозможно Купил Офигел Думаю Вот блин Вот 72 На ней невозможно При всем патриотизме Невозможно На них играть Отвратительные машины Для игры Причем Когда я говорю Что отвратительные машины Для игры Я имею ввиду Что они в игре Такие А то там Появились эти патриоты Под видео Про советские ОБТ Мои Которые начали Да ты ничего не понимаешь Танкс-страни Да это вы нихрена не понимаете Я прекрасно осознаю Что политика модернизации танков Когда там В 72 Вы убираете Одну башню Ставите другую Получается Т-90 Это очень экономично И выгодно И в любой войне Это затащит Но речь то об игре идет Тут плевать на то Сколько танк стоит И так далее Тут важно Как он нагибает И 72 Не нагибает Здесь практически никак Но бывают чудесные бои Конечно Когда И на 72 Можно фрагов налупить Но очень редко И очень тяжело А у Чифта на каждый бой Дамаг Дамаг Вывозит Просто фуры Фуры дамага привозят Кстати Многие заметили Что у меня новый ник Рассказываю почему Это мой аккаунт Я ни у кого ничего не брал Просто был такой бой Где я на Т-80 Чудесным образом Налупил 8 фрагов Да Нанес дамага Самосвал Вот И остался Один на один Против вражеской арты И команда врагов Начала писать мне в чат Что запрещенный ник Жалоба Жалоба Начали меня по всячески отвлекать И видимо у них это получилось Потому что когда я заехал За спину Вышел в спину Пальмарии Да Пальме Арте Я без сведения выстрелил И попал бронебойным снарядом В гусеницу без дамага Чисто картошка Стайл Вот И она развернулась И меня шотнуло То есть мы проиграли Но 8 фрагов Я все равно вывез Это очередной такой бой Где приходится светить Самому себе Как вы видите А заодно и нашим БМТшкам БМДшкам И одному Очень умному Истребителю Танков Вот У меня как будто Обзор Больше всех Но просто Я не могу Стоять и ждать Пока Пока Свет дадут Это бесполезно Все У кого есть Птур Взяли за моду Стоять в кустах И ничего не делать Поэтому Никуда не годится Сколько Урону Настреляю Столько Настреляю Надеюсь Что Надеюсь Что не заберут Вообще Так Это что было Вообще Я понимаю Что ему скучно И поговорить Не с кем В кустах Стоять Там Скучновато Отвлекает Отвлекает Меня от всего Значит Что тут От кого-то Можно забрать Через Бархан Переезжать Сейчас смысла Нету Там уже Они завод Взяли Завод Расстреляют Вот этого Впереди 72 Забрать Слева Слева Там только Три танка Они тоже За барханом Стрелять Не смогут Да Можно перевалиться Забрать Вот этого Чифа Куда он там Целится Не понимаю А Ну понятно В этих моих В коллег Который Находится От меня Сейчас Справа Ну вот Пожалуйста На халяву Просто 800 Дамага Себе Забрал Подъехал В принципе Уже 1700 Еще одна Плюха И можно Помереть С чистой Совестью Ну я как Считаю Каждый танк Он должен Минимум Набивать Столько Дамага Сколько Он имеет Здоровья То есть Чтобы Оправдать Присутствие В бою Вот у них Молодцы Вот с этой стороны У БТшки Эти БМДшки Истребители Танков Они Тут Мотыляются Дают Под свет Регулярный Кого-то А у нас Все встали В углу И стоят Красавцы При этом Первые Пять Боя Уже Почти Истекли Счет 14-14 До сих пор Только Два Человека Умерло Интенсивность Боя Такая Невысокая Но Я помню Что с первых Дней релиза Вообще Бои шли Где-то Минуты Две Три Все Сливались Дико Сейчас Уже Все Привыкли Видимо И к турам И выучили Места Где От кого Прятаться Как Воевать И что Делать Поэтому Бои Стали Более Долгими Раньше Вообще Такая Каша Была Жесткая Жесть Но Чтобы Стрелять По танкам На этом Заводе Здесь Никакого Увена Не хватит Ни у одного ОБТ Даже у Чифа Так ствол Не опустится Вываливаться Так смело Как Семьдесят Двойка Слева От меня И не буду Хотя Чуть Чуть Аккуратненько Но Никого Не видно В любом Случае Тоже Не видно Ничего Ладно Попробуем Попробуем Ага А ну Блин Палятся Как Нет эффекта Блин По ВФМ Нет эффекта Я публично Я публично Обвиняю Этого человека В черной магии Просто Это быть не может Чтобы Такой выстрел Типа Зеленому маркеру Тем более В этот Легкий танчик Да Или что он там И Нет эффекта Блин Не знаю Так бывает Обычно Если кумулятивом В экран попадешь Но я-то не кумулятивом Стреляю Ёма Все Надо Забирать эти БМДшки Пытаться Забирать Которые в центре стоят Или ждать Пока наши Орлы Слева Начнут брать базу Ну тогда Эти БТшки Будут по ним Сейчас Кидать Оттуда Где они есть Все Наверное Мне жить осталось Вот До первой плюхи Еще разок Блин Ну блин Не дали последнюю плюху Дайте Дайте последнюю плюху Дать Господи Урон добить До 2800 Не дали Но в любом случае Почти 2500 Дамага Ну и напоследок Предгорье Минус этой карты В основном в том Что на записях Тут Сыпется изображение Из-за Большого количества Обилия растительности Трава В общем то Здесь все На ютубе Превращает в кашу Да Если на экране У меня все хорошо На записи все хорошо Ютуб все равно А ютуб Сжимает Битрейт видео До менее 4000 Да И в итоге В итоге получается Картинка смазанная Регулярно вообще Все рассыпается Но это От меня не зависит Никак Я пробовал писать На средней графике Не знаю На минимальной Даже пробовать Не хочется Честно говоря Какая разница Будет картинка Размытая От минимальной графики Или от того Что ютуб ее портит Вот Так хоть я на красоту Полюбуюсь Вот Как бы Ну мое дело Предупредить Я не знаю Может когда нибудь Выйдет Наконец Оптимизирующий патч Который Все это дело Пофиксит Потому что Ну на некоторых картах Фпс серьезно Проседает На треть На четверть Никуда конечно Не годится Особенно если Танк быстро едет Но Чифтану то Быстро ездить Не грозит Вот Если только На санках Севереста съедет Там может разгониться Вот На этой карте Я Приобрел такую привычку Ехать налево И вставать За этот камень Я единственный Причем Кто за ним За ним стоит Никогда здесь Больше никого не видел Вот если На тихой реке Видели Да там 72 за мой камень Приехала встать А здесь Здесь Что такое Опа Опа Две плюхи Ну подкараулили Подкараулили Странно Видимо они все таки Видимо все таки Кто-то бывает За этим камнем А может он меня В прошлом бою Спалил Давай леопард Попробуем Поперестреливаться Любые перестрелки Один на один По моему Чифтану Только на руку Да Чтобы Чтобы Чифтан Помер Надо дать им Около Пяти или шести Попаданий Да В зависимости от Дамага Ну Две тысячи жизней В это время Чифтан При таком же Удачном стечении Обстоятельств Может успеть Дать столько же Плюх сам То есть Пять или шесть Вот Умножьте на его Альфа дамаг На средний И узнаете что Меньше двух тысяч Как чудесно Меньше двух тысяч Дамага Чифтан из боя В принципе Редко когда вывозят Ну естественно Если вы не оголтело Давай До свидания Если вы не оголтело Давите Там тащите Танкуете Да Тут некоторые Кто играет На бмдшках Истребителях танков И прочей техники Те считают Что танки Ай хорошо Дамаг идет Те считают Что танки Должны в этой игре Танковать То что Они Вообразили Что у танков Здесь есть Откуда-то броня Ну понятно То есть ОБТ Да что ж такое Откуда Плюхи-то летят То есть ОБТ считает Что бмд Должны светить А не стрелять А Бмд В свою очередь Считает Что танки Должны танковать А не ждать Когда им посветят Ну понятно То есть В свою очередь Они не задумаются О том Что когда они Когда их Какие-то танки Танкуют Они их С удовольствием Птурами Отправляют в ангар Да То есть А союзные танки Типа птуры Должны выдерживать Каким-то волшебным образом Ну Ход мысли Водителя Бмд Или БМП И прочих Вот этих машин Честно Не понять Для меня Он за гранью Понимания Притом Я сам иногда Поигрываю На этих машинах И регулярно Привожу урона По засвету Тысячи три Так вообще Спокойно И при этом Еще и дамага Сверху Поэтому я не понимаю Людей Которые вообще Не хотят Никаким образом Светить Да ладно Что мимо что ли Интересно Не хотят светить Хотят только Стоять в кустах И пускать Птуры Молодцы Вообще Это скилл пацаны Это успех Вот Вы даже стату себе Когда оленемер введут А мне кажется Что его сюда введут Обязательно Да Кто-нибудь Блин Не поймать его Любительский Это кто-нибудь Сделает Все Сейчас я в ангар Походу Еще одна плюха И Склею гусли Вот оленемер введут Да У вас будет хорошая стата Возможно даже В какой-нибудь план Вас примут Но там вас быстро Выкупят Что вы играть Ни хрена не умеете Что вы умеете Только встать в кустиках И оттуда ракету Выпустить Ну что В краешек Повреждение узла Ну как можно Вот ему узел повредить Вот этот орудийный узел Повредить При этом Не нанеся дамага Это же не танк Чтобы ему ствол сломать Да Вот Фраг даже один Надыбал Хорошо идет В принципе Две Триста дамага Уже накидал Уже больше чем у меня Здоровье Это при том Что Я не сижу Сосредоточенно Не пытаюсь В общем-то Набить дамаг То есть Танк спокойно Позволяет комментировать Все в реальном времени Мне кажется Это машина Для стримов Намбавану Если ее не порежут В ближайшем будущем Вот А мне кажется Что ей не мешало бы Честно говоря Относительно Семьи с двойки Резануть Так жизней 200 200-300 Ну Потому что С какого фига Машина такая живучая В общем-то Все живучие Кроме Кроме Бедных Несчастных Советских Семьи с двоек Все вроде как Их тут Защемили Они начинают Вытягивать Вытягивать На себя Ну их кто-то уже Обошел БМДшки Сейчас их Окружат И разберут Но я никогда Не еду В такой ситуации Когда я уже Шотный Да мне Один выстрел Воробушек Накакает на крышу И танк взорвется Я с таким количеством Жизни Никогда не еду Атаковать тех Кто меня Вытягивает на себя Это беспонтово Бесполезно Вас убьют И все Вы ничего не сделаете Лучше куда-нибудь Просто сменить направление Там Поехать В другое место Выйти кому-нибудь Сбоку Внезапно Неожиданно Тогда вы сможете Еще одну плюху дать И еще там Четыреста дамага Себе там Заработать Я как бы Выжить то никогда Не стремлюсь Меня Статистика Выжимаемости Выживаемости Статистика Никогда не интересовала Да То есть Ну у кого Статистика Выживаемости Высокая У того кто в кустах стоит Вон там С птуром С птуром В одной руке С пушкой В другой руке То есть На танке Выживаемости Высокой быть В принципе Я считаю Не должно Я лучше Дам еще одну плюху И помру после этого Чем выживу И плюху не дам То есть Я лучше как-то Стараюсь все-таки Больше дамага Наокотсывать Так Чем выжить Вот например Этому Сейчас я еще одну плюху Пропишу Ну че Ни-качу не пробил А Ну да У него же там У этого танка тоже А вот сейчас То же самое место Уже все нормально Ну видимо Снаряд криво полетел У этого танка У него броня Вот это Вот эти Пластины и брони Они частично Прикрывают Нижнюю лобовую деталь НЛД Вот В отличии от Антикумулятивной Брони 72А Где она Ничем не помогает Практически Прикрывает Те места Куда никто Не стреляет Ну А в итоге Что я имею В итоге Я имею Опять 2800 Дамага Ну тоже Не особо Выдающийся результат Но опять же Говорю что Абсолютно При спокойной Игре Не потея Не стараясь Ничего Вот В итоге И нервы Целые И дамаг Привез То есть Чифт он Такой Спокойный Хладнокровный Нагибатор На этом В общем то Все Пишите Жмите